Друзья, все вы бывалые и начинающие спортсмены на 100% знаете, что качественно подобранный плейлист для тренировок играет огромную роль в вашем тренировочном процессе, почти как зелье друидов из Астерикса и Абеликса. Ну а чтобы вы не заморачивались с поиском офигенной музыки, то я советую вам подписаться на канал Workout Music по ссылочке в описании, наслаждайтесь музыкой, вставляйте в свои ролики и тренируйтесь вместе со мной. Погнали! Всем привет, друзья! Я уверен, вам будет интересно, как и мне максимально интересно, насколько упали мои силовые, либо выросли мои силовые на веганской диете. Более того, я хочу сказать, что я полтора месяца вообще не тренировал подтягивания, отжимания на брусьях, жим лежа со штангой и также тягу вертикального блока, то есть на спину. Этого я вообще не делал, потому что целый месяц у нас был марафон на руки, мы качали бицепсы, трицепсы, плечи и так далее. Потом я делал где-то неделю-две, наверное, выходы силой только одни, а потом я получил перетренд, потому что я еще в бассейн хожу и у меня, короче, случилась, ну такая, знаете, усталость, короче, я недельку отдыхал. Поэтому вот, сейчас я восстановился, пойдем в зал и посмотрим, как я сделаю жим, подтягивания, отжимания на брусьях, тягу вертикального блока. Погнали! Ну что, первым делом, я думаю, мы начнем с подтягиваний, потому что подтягивания у меня идут лучше всего. В подтягиваниях я, можно сказать, довольно-таки на хорошем уровне находился. И сейчас посмотрим, на каком уровне я буду находиться при весе 64,5-65 килограмм. То есть я при 70 килограмм делал где-то 17-18 подтягиваний обратным хватом с весом 24 килограмма с гирей. И сейчас посмотрим, сколько я сделаю. Если я сделаю 15-16, то по старым правилам стритлифтинга это мастер спорта. Ну а если не сделаю, то фигово, значит, у меня сильно упали силовые. Давайте посмотрим. Ну что, друзья, как вы видели, я сделал 16 повторений. 16 повторение, конечно, было немного косячное, потому что у меня гиря отлетела назад, она меня вниз туда дернула. И мне пришлось дернуться немножко вверх, чтобы снова подтянуть, короче, себя. Вот. Ну 16 повторений, я думаю, можно спокойно сделать нормальными, чистыми. 15, это вообще вот хорошее, очень хорошее, это мастер спорта по старым правилам. Но сейчас по новым правилам они изменили все. И там теперь вес 60, вроде до 67 килограмм. Это получается, вот, нужно сделать 17 повторений на мастера спорта. Пока что мне не хватает, ну, давайте скажем, два повторения хороших на мастера спорта. Но так как я давно не тренировал подтягивания, я думаю, за пару недель наверстаем. Еще бы я хотел уточнить, что это такое веганская диета. То есть, получается, многие люди могут сказать, типа, да, он питается так же, как и все, наверное, да. Веганская диета это ограничение себя, очень жесткое ограничение себя в питании. Во-первых, я отказался от мяса, отказался от молочных продуктов, от всех. И что получается? Я еще больше пошел, углубился туда, в эту веганскую диету. Я не знаю, веганы едят сладости или нет. Я отказался от сладости, вообще от сладости. Никакие сладости не ем, не ем никакие конфеты, никакие хлебобулочные изделия. То есть, хлеб вообще не ем. То есть, ем только макарошки. Вот из хлебного, что касается муки, да, я ем только макарошки. Давайте приступим к отжиманиям на брусьях. Теперь, когда я весил 70 килограмм, я делал где-то 23, ну, 24, 24 корявенький был. То есть, 23 повторения. Если я сейчас сделаю где-нибудь 20, 21, будет довольно-таки неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, я сделал 20 повторений. Я считаю, это довольно-таки неплохой результат, потому что отжимания на брусьях я вообще не тренал, наверное, ну, месяца два, может, два с половиной. Реально их не делал, то есть, вообще. И за это время, конечно же, подупали мои силовые в этом упражнении, потому что, если вы хотите, чтобы у вас оставались силовые на том же уровне, на котором они и были, то вам нужно регулярно делать это упражнение. Но, так как я давно не делал, у меня подупали. Не, наверстать можно спокойно. Ну, а теперь давайте приступим к жиму штанги лежа. Блин, это самое сложное для меня упражнение, потому что у меня генетика в основном тяговая. То есть, я могу подтягиваться хорошо, могу верхний блок тянуть хорошо. То есть, тяговые движения, могу хорошо делать тяговые движения. А вот жимовые движения, это вообще дичь. То есть, для меня отжимания на брусьях довольно-таки сложноваты. Видите, я даже КМС не могу взять на брусьях, хотя я давно тренирую их. Жим штанги лежа, это вообще катастрофа, блин. То есть, когда я весил 70 килограмм, я делал 70 килограмм тоже на штанге было. Где-то на 13-14 повторений. Это довольно-таки фиговый результат, потому что многие люди, которые, ну, довольно-таки хорошо умеют сжать штангу, у них там от 20 до 25 повторений собственный вес. Когда я весил 70 килограмм, я делал 70 килограмм примерно на 13-14. Сейчас 65, где-то 64,5-65 и делаю на 12 повторений. В принципе, немножко только убавились повторения. И то, потому что я очень давно не тренировал жен, ну, и еще, короче, без мяса, без молочки. Поэтому такие дела. 12 раз, честно, мне очень стыдно. Женек сделал потом после меня, он еще поржал там за кадром, типа, ха-ха, ты не сделал, блин, 65 килограмм хотя бы 15 раз. А сам Женек, когда поржал, я говорю, ну, давай, братан, сделай сам. Он весит 80 килограмм, и он сделал всего лишь 14 повторений со своим весом, всего лишь на 2 больше меня. Так что я еще не такой ушелок. Честно говоря, жим это вообще не мое. У меня плохо развиты плечи, у меня грудь, она плоская. То есть, знаете, у мезоморфов, эндоморфов, у них грудь такая более выпуклая. А у меня она объемная, такая большая, да, ну, плоская. Я не знаю, скорее всего, это тоже влияет на жим каким-то образом, но, скорее всего, в большинстве это задействуются плечи, мои слабенькие плечи, которые просто не тянут этот долбанный вес. Честно говоря, реально мне стыдно. Это маленький вес, и на 12 раз делать это маловато. Напишите в комментариях, сколько вы жмете свой вес. Ну что, а теперь приступаем, естественно, к тяге вертикального блока. Давайте посмотрим. Раньше я, когда весил 70 килограмм, я делал 116, либо 119, там сколько было, короче, вот эта отметка, 116 вроде бы. Я делал на один раз, то есть 116 получается. Женек делал на максимум вот эту всю плитку, там 136, либо 126, что-то такое, я не помню. Сейчас пойдем в зал и увидим. Куда я смотрю вообще? Почему я должен сюда смотреть, а смотрю туда куда? Я на себя смотрю, я нарцисс. Погнали. Здесь у нас максимальный вес. Женек весил 90 с фигом там, или 86, сколько ты тогда весил, когда мы делали зарубу? 90. 90, а сейчас посмотрим, сделает ли он при 80. Не сделал. Нет. Все-таки вес значит очень много. Сейчас посмотрим, сколько я сделал. Ты не сделал. Я сделал. Да ты хотя бы так попробуй. Сейчас попробую, 116. Я тут старался, блин. Я стараюсь тут оторвать ее, хотя бы, женек не снимаю. Было? Не было. Не было? Да, так же, как и ты мне. Не было. Не засчитали. Это было за подворотом? Не было. Сейчас сделаю еще раз. Нет, ты подпрыгнул. Ха-ха-ха. Вот, давай. Почти. Почти. Все-таки даже минус 7 килограмм. Чего доводит стероидная ярость? Давай, разозлись. Сметан, сметан. Ну что, друзья, сделал я 116 килограмм на один раз. Хороший результат, я считаю, потому что, когда я весил 70, я тоже сделал 116 на один раз. Поэтому, доволен, доволен, я доволен этим результатом. Это, нужно сказать, не маленький вес. Довольно-таки сложно даже просто его потянуть на себя, чтобы сесть на лавку, не говоря уже о том, чтобы его вот прям до подбородка потянуть. Это жестко, ребят. Попробуйте сами. И вы можете, кстати, написать в комментариях, какие у вас показатели вообще во всех этих упражнениях. Пишите, кто делает больше меня, в каких упражнениях. Будет интересно, почитайте. Друзья, если вы не на веганской диете и питаетесь нормально, мясо кушаете, молочку, это все кушаете, тогда я хочу посоветовать для вас офигенные программы, короче, сбалансированные программы питания и тренировок для любого типа. То есть набор, масса, эктоморф, мезоморф, эндоморф. Заходите на сайт archomorris.com, покупайте. Там 50% скидка действует прямо сейчас. Обязательно заходите, ссылка в описании. А так, спасибо большое за внимание. Ставьте лайки этому видео. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть плюсы и минусы в моем рационе вот этом питания веганском. Видос будет, наверное, через недельку, через две. Подпишись на канал, чтобы не пропустить его. И увидимся в следующем выпуске. Пока!